Дайвер Вячеслав Леонов только вернулся из Крыма. Его организация «Чистая вода» уже не один раз проводила подводные субботники. В этот раз экологи-активисты занимались очисткой легендарной Голубой бухты Севастополя. Мы выбрали Голубую бухту во многом потому, что это очень знаменитое место. Нам очень важно было попасть именно туда, потому что непосредственно на берегу Голубой бухты находится знаменитая 35-я батарея. Мы знаем, что это последний оплот сопротивления Севастополя. Осенью 41-го года войска немецкого вермахта подступали к Севастополю, желая завладеть базой Черноморского флота. Оборуду города на себя взяла 35-я батарея. Более 8 месяцев советские солдаты героически сражались с врагом, неся при этом огромные потери. В бухте погибло более 80 тысяч человек. Словам Вячеслава, севастопольцы помнят и уважают этот подвиг, поэтому стараются соблюдать чистоту даже под водой. Надо сказать, конечно, бухта не была завалена мусором, потому что крымчане и севастопольцы очень чтут эту историю, нашу историю, свою историю. Там было достаточно чисто, но тем не менее мы собрали порядка 50 мешков. Вот экологическая партия зелёных прислала специальную утилизирующую технику, и всё это было отвезено на специальный полигон. То есть мы не бросили просто так на берегу, но это всё ещё и вывезли. В Голубой бухте подводные активисты занимались не только очисткой территории. Дайверы выдрузили венок на мачту минного заградителя. В 10 утра под звуки парада мы их слышали. Дело в том, что парад начался с орудийных залпов. И вот прогремели эти залпы, и мы с корабля совершили погружение на минный заградитель ДОП. Этот корабль ушёл под воду во время осады Севастополя. Возвращаясь в бухту, он подорвался на мине. Весь экипаж погиб, и только одно тело было найдено. Дайверы говорят, что Голубая бухта — невероятное место, и они повторят свою акцию в Крыму. Мы обязательно вернёмся, и как минимум это будет ровно через год, в мае 2015 года, когда в нашей стране будет отмечаться 70-летие Великой Победы. Проект «Чистая вода» не является коммерческим. Все погружения и очистительные процедуры команда проводит за свои деньги, за большое человеческое спасибо. Впрочем, активисты не жалуются и замечают, что от своей деятельности получают огромное удовольствие. В ближайших планах у дайверов традиционная очистка Невы в конце сентября. Варвара Невская, Андрей Гатьянов, LifeNews.